Санта-Сусана Скажите, пожалуйста, вообще Федерация Бодибилдинга и Фитнеса Грузии на сегодняшний момент представляет какое объединение, сколько людей, где базируется, какие мероприятия проводят? Базируется в Тбилиси, в штаб-квартирах. Также входят регионы, регионы по Грузии, объединенные федерации. Ну, в каждом регионе есть спортсмены. А в общей сложности, ну, где-то на таких спортсменов, которые именно выступают на чемпионатах, ну, где-то человек 50. Человек 50. А есть ли какие-то средства массовой информации, которые способствуют того, чтобы, ну, как бы, чтобы сторонние наблюдатели России, у которых есть интерес вообще в Грузии в той или иной степени, могут посмотреть, что же на самом деле происходит в Грузии в части бодибилдинга и фитнеса? Ну, это можно, когда мы проводим чемпионаты. Например, у нас сейчас 31 мая чемпионат Грузии по классике. Ну, у нас будет, наверное, материал, мы с ними, мы тогда можем его оставить вам. Вот было бы неплохо, если бы нашему порталу Ислаб Руб мне и Игорю Копчику был предоставлен материал, потому что сам по себе регион очень интересный, само по себе понятие Джорджии тоже очень интересное, потому что в умах русских людей на сегодняшний день я смело могу сказать, что Грузия бодибилдинг – это только Паата, Петриашвили, Петриашвили. Больше, как бы, никто ничего не знает, никто ничего не слышал. И тут вчера на судейской коллегии я вижу, что Грузия, представители Грузии, спортсмены, чемпионат Европы. То есть, за Кавказью у нас это Европа получается? Да, да, конечно. То есть, вы входите в состав Европейской Федерации. Да, да. А про себя лично что-нибудь можете рассказать? Ну, про себя я расскажу, что, как известно, в Советском Союзе был запрещен этот спорт. Ну, мы, я еще помню, в школе был, я начал заниматься сам по себе где-то с 15 лет. Но мы были оторваны от общей бодибилдинга, потому что контактов у нас не было. Контакты у нас появились в 18-х годах. В 80-х и контакты с Дубининым и с Россией были. И после этого, значит, когда это уже наше объединение стало более сильным, да, тогда мы уже вошли в состав Всесоюзной Федерации. На съезде, значит, мы были приняты. И представлены, что он явился в Советском Союзной Федерации. А потом уже мы отдельно вступили, значит, в Международный Федерации бодибилдинга. Это в 93-м году уже. Скажите, пожалуйста, галстук у вас тоже от 93-го года, судя по цвету? Естественно. Как мы вступили, как с Бен Вейдером было у нас в встрече, он мне подарил эмблему. Это так и остается. Эмблема, галстук. А на галстуке есть Бен Вейдер? Нет. Надпись, надпись, надпись. Есть АФББ. Только АФББ, да? Цвет немножко другой, различается? Да, ну сейчас. А в Бурестате, пожалуйста, с вами тут спортсмены есть. Кто, что, где выступает? АФББ, он выступает, кстати, годы 180 выступает. Классы. Он, между прочим, только сейчас стал выступать на соревнованиях. Это второй раз выступает на соревнованиях. Так что практики такой нет у него. Ну, мы надеемся, что дальше-дальше уровень повысится, практика. То есть спортсмены из Грузии, представители из Грузии будут и дальше посещать европейские мировые переносства? Вот это два спортсмена наших. Два спортсмена, а второй спортсмен? Два спортсмена, он тоже первый раз на Европе выступает в классике 168 сантиметра. Ну, удачи обоим спортсменам, на самом деле. Удачи федерации. Очень интересно увидеть знакомые словосочетания, знакомые лица. Потому что, как бы там, что ни творилось в мире, на самом деле, все это фигня. Мы должны оставаться не быть баранами в стадии, а оставаться людьми и общаться между себя и посредством спорта в том числе. Большое спасибо от портала ИСЛАПРУ и от меня, от Александра Тимошенко. Вам тоже большое спасибо и привет всем спортсменам, российским спортсменам ВДБ. Удачи! 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 Продолжение следует...